Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но в любом случае по дружбе же таких людей не приглашают, нужна же еще какая-то финансовая поддержка? Да, Борис Ильич дорогой специалист, это так. Но мы обошлись собственными средствами, на сегодняшний день у клуба не изменился бюджет, который оплачивает краевая администрация. И некоторые спонсорские вливания, которые мы нашли исключительно на двух специалистов. Это на Бориса Соколовского и еще один у нас приобретение. Дмитрий Злобин вернулся в команду, он тоже очень высокооплачиваемый игрок. Нам удалось найти частных инвесторов, которые прогарантировали оплату их контрактов. То есть получается, что приглашение Соколовского и того же Злобина совершенно не связано с тем, что сейчас к нам приехал Виктор Томенко, который исполняет должность в Рео-губернаторе, который очень любит баскетбол. Мы, безусловно, надеемся, что Томенко нам будет помогать, тем более, что родственные души, баскетболисты друг друга всегда поддерживали. Но да, пока поддержки мы этой не получили по одной простой причине. Контракты оговорены были и подписаны еще в апреле месяце. Вы наверняка уже все-таки пообщались с наставником ребят и раньше с ним общались. Какие впечатления от того, какой он сегодня, этот тренер? Все-таки достаточно зрелый человек. Может быть, как-то поменялись его интересы? Знаете, мне кажется, что вот в нашем предложении деньги все-таки были далеко не решающим фактором. Далеко не решающим фактором. Нам удалось Бориса завлечь самой идеей. То есть когда, это же тоже, согласитесь, вызов, когда тренер приходит, ну, по сути дела, в несостоявшуюся команду. То есть еще в декабре клуб был банкротом. Острый дефицит высококлассных игроков, явная растерянность в клубе. И вот приглашают тренера, который управлял национальной сборной. Это для него, безусловно, вызов был. И перспектива, которую мы рисовали на пять лет, что мы интегрируем школу, клуб и создадим вот эту общность, которая будет выращивать игроков. Скорее, вот это его заинтересовало. Это профессиональный вызов, на который, в общем-то, Борис и пошел. Какие задачи ставит на сезон Соколовский и вы вместе с ним? В прошлом году наша команда, мы уже с вами сказали, сыграла довольно-таки слабенько. Мы ругаемся по этому поводу, но, знаете, в обратную сторону. То есть, на самом деле, зная, трезво оценивая возможности клуба, учитывая, что 90% игроков – это молодые, неокрепшие еще спортсмены, я не ставил высоких задач для клуба, но Борис меня в этом плане укорил и сказал, что так нельзя, что в любом случае спортивная составляющая должна присутствовать. Он настаивает, что шестерка для… то есть, в состав шести сильнейших команд может войти. В Суперлиги 2. Да, и делает для этого все возможное. Никто не ставит задачу в этом сезоне выйти в Суперлигу 1. По многим причинам. Мы работаем в долгую. Мы говорим о пятилетнем сроке, когда состастся новая команда. И я думаю, что вот в этом мы друг друга поддерживаем и понимаем. И все-таки, наверняка, вы говорили о том, чтобы дальше попасть выше в Суперлигу 1. Нет пока? Это не совсем совпадает с интересами клуба. Еще раз повторюсь, наша задача – подрастить собственных игроков. А есть очевидная совершенно ситуация. Ребятам по 19-20 лет. Чтобы бороться на равных с Суперлигой 1, нужно хотя бы вырасти. То есть, мышечную массу набрать, набрать навыки и бойцовский характер. Не выращивается игрок за один год. Очень часто клубы, команды спортивные проигрывают от того, что слишком рано стартуют на высоком уровне. И в данном случае мы не ставим задачу выйти в Суперлигу любой ценой. Мы, естественно, в нее войдем, когда будем готовы. Тем не менее, вы говорите, что и Соколовский, и вы делаете ставку на молодых игроков. Тем не менее, вы пригласили в команду довольно-таки известных людей. Вот тот же Злобин и… И Василий Рыженко. Василий Рыженко, который уже играл в «Алтайбаскете». Все-таки тоже необходимы такие люди команде, я так понимаю. Смотрите, да, здесь совершенно разные мотивы, почему появился Дмитрий Злобин, почему Василий Рыженко. Дима Злобин, ну это, я не знаю, это символ команды. Это игрок, который сделал сам себя. Это ветеран баскетбола «Алтайского» и во многом кумир для юных спортсменов. Вернуть его назад в команду было сверхзадачей для меня, чтобы воссоздать, наконец, вернуть тех игроков, которые воспитал «Алтай». Ну нельзя работать только на легионерах, тем более, что мы такие ставим амбиции. Мы надеемся, что Дима нам поможет готовить молодых спортсменов. По Василию вопрос несколько иначе смотрится. Это большой игрок, высокорослый игрок. К сожалению, пока даже среди подрастающих спортсменов у нас дефицит в этой позиции, и мы вынуждены были рассматривать Василия, во-первых, как игрока пятого номера, высокого, которых у нас дефицит. Во-вторых, он действительно опытный игрок, он неплохо показал себя за «Алтай Баскет», ему проще будет интегрироваться в новую команду. Поэтому, видите, здесь разные мотивы были, но тем не менее, да, два игрока пришли, которые ранее играли за «Алтай Баскет». Долгое время команда тренируется в спорткомплексе «Победа». Слышала, что планируется построить какой-то новый спорткомплекс. Ситуация очень непростая. Мы, по сути, конкурируем за место в «Победе» с вторым клубом профессиональным. Это волейбольный клуб, университет. И в этом году ситуация еще усугубится. Дело в том, что по регламенту университету придется застилать специальным покрытием площадку, которая будет находиться там три дня на период соревнований. И рано или поздно вопрос об отселении клубов, он встанет. Есть перспективный проект строительства спортивного комплекса на условиях концессии. В чем его отличие от обыкновенного бюджетного строительства? Это, безусловно, спортивный комплекс строится за государственные средства, но в дальнейшем он не только должен окупать свое существование, но должен зарабатывать деньги для содержания, в том числе клуба и спортивной школы. Идея сегодня проговаривается на уровне Минспорта и управления спорта Алтайского края. О исполняющем обязанности губернатора, безусловно, мы этого не докладывали, я думаю, ему сейчас не до этого. Но время терпит, мы готовим концептуальные документы. Но пока это только идея, я так понимаю. Есть четкие совершенно представления, каким он должен быть. Да, это идея, которая, я надеюсь, осуществится через год. Ну и коротко, какая ваша ближайшая задача как директора клуба? Есть одна большая проблема, помимо игры непосредственно профессионального клуба, от нас уезжают молодые спортсмены. Вот в этом году только три игрока, 17-летние, уехали в другие команды. Это Химки, это Краснодар, это Нижний Новгород. И, к сожалению, значительная степень вины на том, что эти игроки не нашли себе места в Алтайбаскете, лежит, естественно, на нас. Хотя, наверное, мы не могли бы ничего сделать за эти пять месяцев. А суть проблемы состоит в следующем. В 17-летнем мальчишке, даже если он сверхталантливый, адаптироваться в профессиональном клубе, где играют уже мужики, ну невозможно, по разному роду причин. Сегодня в алтайском спорте не хватает еще одного сегмента. Вот это вот 17-21 год, команда, которая должна играть на высоком уровне, это, скорее всего, студенческая сборная по баскетболу. И такая концепция рассматривается. Мы достигли соглашения с ректором Алтайского госуниверситета Сергеем Валентиновичем Землюковым, что на базе Алтайского госуниверситета будет создана сборная, студенческая сборная по баскетболу, которая будет играть в студенческой лиге ВТБ. Это высший дивизион студенческого спорта. Это как раз тот самый проект, где ребята смогут подрасти, не теряя принадлежности к своему спортивному клубу, и к 20-21 году интегрируются уже в основной клуб. Вот это основная идея. То есть это вы считаете вашей задачей? Да, если мы выстраиваем эту линейку подготовки спортсменов, это важно. И Борис Ильич в том числе приглашал его для этого. Спасибо вам большое. Я желаю Алтайбаскету удачи в новом сезоне. Спасибо. И напомню, что сегодня мы говорили о новом тренере, которого пригласил Алтайбаскет, и с которым заключен контракт, это Борис Соколовский, а также о перспективах на сезон с директором клуба Павлом Тулиным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok